Здравствуйте, дорогие учителя, учащихся в школе. В этом году мы впервые с вами встречаемся в новом учебном году и хотелось бы всем пожелать удачи, успехов в новом учебном году. Курмэдті қоқушылар және ұстаздар. Варлықтармызды осы жаңа оқу жылында баршаңызда жүмістәтіп, жүмістәткянам табыстыр ез. Осы 2017 жылдым 21-ше тамызыннан бастап, республикан Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы провели ряд мероприятий, это значит сотрудники полиции участвовали на торжественных линейках, а также посвящены первоклассники. Это во всех средствах массовой информации были освещены. Теперь я хочу вас познакомить с моими помощниками, которые сегодня участвуют в самом-то занятиях. Это учащиеся 11-й школы, они являются членами отряда юных инспекторов движения, как вы знаете, во всех регионах нашей области, во всех районах, во всех школах существуют отряды юных инспекторов движения. Это София и Давид. У наших ребят есть для вас свое обращение. Это обращение юных инспекторов движения. Они будут выступать от имени всех участников отряда нашей области, потому что они же являются во всех школах как бы помощниками нашими полиции. Они ведут работу по профилактике детского дорожного травматизма. Поэтому, ребята, давайте сначала послушаем наших ребят. Давид, начнем. Мы, юидовцы Восточной Казахстанской области, призываем вас вспомнить о безопасном поведении на дорогах. Выучив безопасный маршрут и ходив в школу, только по нему. Будьте внимательны, осторожны и не забывайте соблюдать правила дорожного движения. При переходе проезжей части никогда не отвлекайтесь на разговоры по мобильному телефону, общение с друзьями и по путчикам. Всегда переходите дорогу по пешеходному переходу. При этом убедитесь, что когда водитель вас увидел, и автомобиль заметил движение. Когда едете со своими родителями в автомобиле, попросите их пристегнуть вас в ремнем безопасности. Желаем вам ярких и полезных школьных дней, отличной учебы и хорошего настроения. Спасибо, Давид. А теперь давайте послушаем Софию. Продолжение следует... 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 Установка удерживающего средства устройства групп 0 и 0+, должна осуществляться так, чтобы ребенок находился с затылком и спиной вперед по ходу движения Это делается для того, чтобы в случае резкого торможения или столкновения голова младенца удержалась ложем люльки или спинкой кресла Дети старше усаживаются лицом по ходу движения Место установки детского удерживающего средства в машине может быть как на заднем, так и на переднем пассажирном сидении Внимание! Если автомобиль оборудован подушкой безопасности для пассажира, то она обязательно должна быть отключена, иначе при срабатывании может травмировать ребенка Если это сделать невозможно, то устанавливают на переднее сидение детское удерживающее устройство Спасибо за внимание Спасибо, Давид Сейчас Давид очень хорошо до нас давил вот эти виды детских удерживающих устройств Потому что в первую очередь, я думаю, дети, если вы сами знаете, в каком возрасте, каким детским удерживающим устройством вам надо пользоваться Это тем более для вас будет очень хорошо И вот эти виды детские удерживающие устройства И вот эти виды детские удерживающие устройства И вот далее, мы находимся в том, что касаемо quelle ты имеешьnymi Дизайнер-от社цы Ingees Мы находимся в том, что когда мы начинаем и при срабатывать В том, что мы начинаем и при срабатывании Мы начинаем срабатывать Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! формате это все проходит, мы на сайт, видите, все видео, конечно же, попросим управления образованием, чтобы они положили, потому что мы который год проводим сметы на этом уровне, поэтому это для нашей области очень такое большое достижение, это, конечно же, можно сказать, и ваш план, дорогие дети, потому что в мае месяце каждого года мы с вами встречаемся на областном с людьми, и вы у себя на местах проводите, поэтому хотелось бы выразить и вам свою благодарность, и хотелось бы выразить нашим юлидовцам, которые в школах проводят вот эту вот работу, профилактику, пропаганду по детскому дорожному травматизму. Коменту, кушлар, осы, егнот ничьи жилдом, егнот ничьи жилдом, егнот ничьи жилдярал гэнда, ускенен қаласында дарын ғолмей практикалық порталығының базасында бізде қозғалшас инспектораның мемлекет аралық және республикалық 17-нчі республикалық сүлдетті. Осы бүгінгі танды пайдаланып, нақтаныш пен айта кетейінде ботырмын, біздің жалпы шығыс Қазақстану ұқылсының командасы, бил Қазақстан Крома командасы ретінде осы сайысқа қатысты, ол команданы бізде ұржарауданың ұржарауданың оқушылары осы команданы үшесі болып тамылды. Сондықтан да біз осы мемлекет аралық форматта сайысты екінші орын бәжілдері ел олдық, бірінші орын ресей, екінші орын біз, шынші орын қырғыстан. Бұл өте үбігін жетістікте ойлайым. Жалпы осы Қозғалшасы инспекторлардың жұмысы Қозғалысы шығысқасы ұмысына өте жақсы қойылған. Мысалы, бұл тұрғы жылы біз бірінші орынды емен үкінгендіктен, дәстірі бойынша бейлі жылы өзіңіздің шығысқасы ұмысыңызда өзіңіздің жеріміздер өзіңізді өзіңізді қатай өтті. Сондықтан да осы барлық метептегі осы бұл ғы қазіргі осы сабақты пайдаланы барлық Қозғалшасы инспекторлардың айдап жұмысы таздарға, барлық Қозғалшасы инспекторлардың үшелері не атыраптың жаға жасатың. Сіздергеңіз алғысынды білдірем, бұл сіздердің еңдектеріміз. Мысалы, жыл сайын біз мамырайында оғылыстық өзіңізді кездесеміз. Жықтан жыл қатарламы үшелері айдың үшелері. Еще раз бы хотела вам напомнить, что у нас учебний год, поэтому у нас маршрут школа-дом-домш школа, чтобы для вас безопасно и хотелось бы попросить ребят у вас есть какие-то пожелания детям я хочу чтобы все были осторожны и следили за дорогой и плод ноги тоже спасибо давид ну-ка ребятам пожелайте ну хочу пожелать вам здоровья всегда хорошего настроения хороших оценок в школе ну и чтобы вы не нарушали до правил дорожного движения до видовцы у них одно не нарушайте правила дорожного движения я тоже хочу сказать ребята если вы не будете нарушать правила дорожного движения у вас заранее вы сказали хороший урок можно было править